здравствуйте друзья у нас в гостях василий макарский спортсмен по прыжкам на батуте спортсмен московского училища олимпийского резерва номер один василий добрый день здравствуйте вы вот как михаил заломен вернулись буквально недавно из португалии где проходил так кубка мира да по прыжкам на батуте но выступали и на кубке мира и на других соревнованиях расскажите об этом и про дисциплины то есть я так понимаю что не только в двойном мини-трампе у нас проходил джимфест в городе коимбро это международный турнир я так понимаю что это местный и там собралось достаточно приличное количество зрителей вот то есть и фанатская база была то есть слышны были португальские болельщики очень прям заряжали своими эмоциями вот я выступал в дисциплине двойном мини-трамп в этапе кубка мира на батуте в индивидуальных прыжках на джимфесте ну все-таки олимпийская программа это индивидуальные прыжки да правильно связываете ли вы себя в будущем с этой дисциплины или все-таки будете выступать двойном мини-трампе или там и там я буду стараться пока основная моя задача это двойной мини-трамп но в будущем есть мысли о недольных прыжках на батуте вот насколько я понимаю россия и португалия две основные такие страны самые сильные в европе прыжках на батуте да как так получилось что ну по сути самая восточная страна на континенте самая западная не вот лидируют и в чем особенность может быть именно развитие вида спорта в португалии я думаю это зависит большинство от тренеров потому что как бы они дают базу и будущее поколение как бы на тех спортсменах которые достигают каких-то высот и они же смотрят равняются и получается превосходят их пределы я считаю что была сильная база в португалии поэтому сейчас достойные соперники насколько у спортивного у спортсмена высокого уровня профессионального до изменился вообще и этапы подготовки к соревнованиям и расскажите вообще как вы в плане коронавирусной инфекции готовились к соревнованиям к выезду что поменялось карантин тесты прививки и так далее ну вообще подготовка профессионального спортсмена это ну как бы тонкая работа и получается то что это хороший завтрак это первая тренировка потом хороший отдых после первой тренировки восстановительные какие-то процедуры идешь на вторую тренировку занимаешься хорошо плохо делаешь работу над ошибками приходишь домой отдыхаешь смотришь видео как бы восстанавливаешься смотришь что не так что изменить хотелось бы в следующей тренировке чтобы не допускать тех ошибок потом также аудиомоторные тренировки проводятся наверно три раза в неделю условно хотя бы минут по 15 вот тесты мы сдавали получается прям перед вылетом со 76 часов в течение нам надо было сдать чтобы попасть в промежуток для того чтобы нас спустили за границу вот вообще я сделал себе прививку распутник поэтому посмотрим как будет дальше хорошо чувствуете себя и да ну перенес как бы тяжеловато первую вторую там буквально слабость теле было сутки а так что сейчас все нормально вот база для тренировок у вас это московское училище олимпийского резерва номер один да про нее расскажите пожалуйста то есть основные тренировки у вас проходят может быть по фп вы тоже занимаетесь ну нагрузку убираем за две недели уменьшаем прям подводим как максимально предстартовое состояние то есть в основном приходе выполняем комбинации которые будем делать непосредственно соревнования и идем отдыхать как думать работать позже больше идет на точность работы чтобы выходить на соревнования и чтобы эмоции не сбивали выполнять свои упражнения стабильно и чисто с михаилом заломи нам обсуждали до перспективы скажем хождение дисциплины двойной мини трамп программу олимпийских игр вот по вашему мнению насколько это реально когда ждать этого события чего не хватает ну если бы я знал как можно включить я бы приложил все усилия просто у нас нет никакой информации что надо делать для того чтобы включили двойной мини трамп в олимпийскую дисциплину вот я остается только верить надеяться и что ее включат в олимпийскую дисциплину потому что это был бы огромный прорыв в индивидуальных прыжках тоже как бы соперничество и количество людей которые заниматься бы прыжками на батуте увеличилось в этом году московское училище олимпийского резерва номер один отмечает 50-летие что связи с этим хотите пожелать тренерам сотрудникам спортсменам ребятам кто планирует сюда поступать учиться из это очень хорошее учебное заведение здесь высокий базовый высокий уровень подготовки спортсменов здесь отличные ребята хороший коллектив и получить море позитива не пожалеете